Ну, это вот опять же, Na'Vi, Astralis всегда, вот, хотелось бы, чтобы Na'Vi там кэш побольше применяли. Да, и вот они на последнем турнире, где они встречались, они же экспериментировали, они же забанили нюк и сыграли кэш. При этом я тебе скажу, что я посмотрел на кэш от Astralis, то есть если бы там были не Na'Vi, была другая команда, то у Astralis были бы проблемы. То есть это сработает ровно один раз, но само по себе решение Astralis пикнуть кэш, я не в восторге, это неправильное решение. Ну что, поехали, друзья, начинается у нас пистолетка, уже выход на точку от Optic, ВП берут ножи, вот мы так долго рассуждали с ухом, в общем-то, АКС. Давайте возвращаться в нашу встречу, вторая карта, первый, B103 на сегодня, первый четвертьфинал, и пока... Бомба стоит уже? 1-0, вышли вперед серии Optic. Так, двигаются здесь Virtus. О, отличный ретейк здесь от Туао, который делает два хедшота, отвечает также KJB, снэпи в будке, 2 в 4 ситуация, все очень остро смотрится. Сейчас... Снэпи протеколплент дал минус, отлично, они контролят и дверь, и будку, но моментально разменяли будку, и теперь 3 в 1 немножечко попроще, на секунду, один хедшот, и все решено, закрывают тушками, и да, это первый раунд для ВП. Да, четко действуют поляки, были щипчики здесь у снэчи, и все, все очень хорошо для польского коллектива. Ну, вроде бы хорошо, но только что была бомба, и можно закупиться сейчас. Будь здоров, ухо, давайте посмотрим, что это будет. Спасибо. Это будет стиль винстрайк, это будет 4 дегла от СЗ. Ну, экономически действительно здесь просматривается, от оптик есть резон просто спокойно попробовать как-то переселять своих оппонентов, тем более пустынный орел это очень удобный пистолет для того, чтобы поставить красивый хедшот. Ну, и Миху в упоре на Б, он тут пока соло играет на рампе, ну и там оптик довольно активно двигается через длину. Так, снакс, простые фраги, Миху также дает свой минус, но пока вообще не получается ни за килл зацепиться, и уже кажется, что шансов практически нет. Снайперу также прилетает на половину ХП, но нет, пока все как-то через чур просто для команды ВП, и ждем следующий раунд, в котором, ну, скорее всего, Virtus.pro оставляют 2 МПшки, и вот, в принципе, уже от этого можно размышлять, как будет стоять команда Virtus.pro, и, в принципе, оптик должны, ну, вот как-то, ну, наверное, это будет просто, смоки, пройти улицу, прийти вниз, и зачем что-то передумывать. Ну, посмотрим, что там предложат датчане, пока у нас последний игрок, это рефреш остался на радио, выход на Миху, здесь не должен испытывать проблем Михал, и он в итоге действительно четко играет, убивает своего оппонента. Никто не погиб у команды Virtus.pro, это очень важно, безусловно, для экономики на будущее. Ну, и смотрим закуп 5 АК-47, хороший набор по гранатам, и смотрим на исполнение, конечно же, стратегическое исполнение от команды оптик, потому что трейн был все-таки скуповат, я бы так сказал. Смотрим за движением, как раз сейчас Бьяли, снэтчи, интересно, куда же будут направляться фармганы, какие позиции будут разыгрывать, тут ожидаемая стена смоков уже идет, проход по улице. Бьяли уже прилетел, он остался на своей позиции, ничего там, а нет, на двери. Так, снэтчи в окне, а у нас уже очень быстрый проход на базу Б от оптик, вообще, посмотри, как они здесь молниеносно, минуту 30 уже фактически заходят на Б-плэнд, а там и Virtus.pro вообще никого нет. Тут фармилка вот сейчас на вилке спустилась, снэтчи справа, как раз за углом, она конфига вылетает и сразу на размене, ну, свой минус сделал, да, но опять же ситуация, в общем-то, печальная. Большинство для оптик тут же нивелировано Туао, который вырывается в контрол рум, да, это очень хороший тайминг здесь для Януша, он просто может зайти и очень выгодно разыграть. Да, пошла инфа, говорит, одному в спину захожу, ребят, сейчас посмотрим. Ой-ой-ой, можно, даже стоило подойти поближе и посмотреть, где там второй в такой ситуации, вряд ли бы чекал спину, хотя решил не рисковать, да, снакс наверняка сыграл, Бьяли дает минус и вот уже 3 в 1 с двумя эмпэхами. Да, довольно все было неплохо для оптик, однако мы видим, что Virtus.pro здесь разыгрывает отлично этот ритейк, а рефреш не сдает, а рефреш может, рефреш в 2-3! Ну как так, еще раз 1-3 он тащит, ну сколько можно? Рефреш, рефреш, как же ты хорош сегодня. Вот говорили, что рефреш там стал проседать, рефреш сегодня говорит, не, ребят, я вернулся. Я не знаю, где он там проседал, вообще, когда взяли его оптик, я, ну, я приятно удивился, потому что, действительно, это парень, у которого был очень высокий рост в последнее время. Я думал, в Афракстерс он вообще был там космический. Да, он, ну, то есть, он реально был там лучшим, и оптики взяли себе очень хорошего игрока, и вот он уже подтверждает в очередной раз то, что не зря, не зря действительно его взяли в этот коллектив. Ну что, первые клатчи, друзья, от рефреш, вроде бы все было хорошо, 3-0 должно было быть у нас по ходу матча, там, возможно, нет, бомба была, ну, непонятно, что бы там купили, не купили оптик, но даже не в этом разговоре. Есть размен на пристройке, конфиг отличник, 2 минуса, но тут же включается, просто вдруг откуда ни возьмись, появился чел в ангаре, также подключается снэч, делает выплаты из Б-плента, и у нас как-то очень быстро закончился раунд, попытались оптик сделать выход через пристройку, но при этом Virtus.pro оказались к этому готовы. Так, и оптик заканчивается, деньги, нужно один раз сыграть экономический, хотя бы какой-то 2к раунд, хотя там тоже есть проблема, там 1600, по-моему, у кого-то. Ну, это ресет, это 2к раунд тут нет, не спасет, тут форс, да, это форс, и оптики уходят в такую затяжную борьбу экономическую. Хорошие новости для команды Virtus.pro, если только сейчас не залетит от конфига, от его калаша. Да, 3мки с Снэч и Савиком, Туао остается на РПшке, ну и вновь здесь у Миху проблема, вот как-то вот на него частенько ходит, на рву позицию. Ну, вроде как, такое ощущение, что понимают оптик, что он там в соло. Да, что мало суппорта и давят. Да, может быть, поэтому и решили. Снэчи справляет нашу свою тиммейт, а тут же Снэкс красный, ну, 3 в 3 в итоге ситуация для Virtus.pro. Есть минус от Снэча очередной. Очень мало ХП у Каджунба, есть бомба, но это, конечно, хорошие новости для оптик. Хороший смог. Каджун Би. Вместе с Юги будут разыгрывать постплан ситуацию. М-ку подобрал. Очень плохая позиция, на самом деле, у Каджун Би. А, не очень, кстати, учитывая то, что его тиммейт на рампе. Да, это даже хорошо. Это может быть неожиданно. Так, ну давайте посмотрим, да, черкается угол. Хотя по голове моментально залетает, а размен. Ну и 1-2. Площнейшая ситуация, бомба диффузится в эту секунду. А он убивает Чела, который был с диффузами. Этот успевает, этот успевает. О, за 10 секунд диффузит бомбу. Virtus.pro выигрывают раунд. Хотя, действительно, хорошая попытка от оптик. Ух, опасненько. Опасненько, да. Ну что, друзья, нужно еще один. Ну да, у них же, видишь, там же все равно не хватает денег. А благодаря установленной бомбе сейчас можно чуть лучше закупиться. И вот мы видим дропы деглов. Пистолетики все-таки это будут пистолеты. Такой вот легкий закуп от команды оптик. И заселенная эмочка от юги. Ну, все равно, действительно, ситуация с трейном особо не меняется. Очень уверенно работает защита. Да, один раунд вытащили оптик. Но вы помните, что это был за раунд. 1 в 3, рефреш вытягивает на точке B. И это было действительно очень круто. Ну и, в принципе, где-то действительно обнулили, возможно, свою экономику оптик сейчас. Плюс пошли по фарсам. Все неприятно. Но ждем ближайший раунд. Что-нибудь интересненькое. Какую-нибудь заготовку хотелось бы увидеть. Пока мы видели, что для начала это была просто улица. Ну и есть уже попытки выхода там на миг. Так, пристройки забирают своего оппонента. Выход также через дверь. Биаля справляет с одним. Тут же падает. Кежноби делает фраг. Ну и Юги также делает минус. Два фрага в итоге от оптик. Но видим, что Virtus.prose здесь четко остановили этот выход. Сейчас датчане будут закупаться. На рампах нужно что-то менять. Однозначно очередная позиция на ящике в этом раунде не нужна. Либо нужна хелпа снайпера. Либо подсадка на большом. Либо просто уход вообще вниз. Либо прием там с под девятки. Ну я согласен. На самом деле здесь оптики могут просто начать сейчас использовать это место, знаешь, как слабую точку. Да, они видят, что МП укрепляются немножечко на других позициях. Где-то ослабел немного диффенс на рампах. И там действительно один игрок. И не всегда он удерживает. Но в принципе, я думаю, там тоже со временем все будет довольно неплохо. Мы помним, сколько там лет стоял Нео. Да. Да. Это как таз на Б, да, тоже. Много лет стоит на Б. Так, снайчи поджимает Б-плеер. Ой, как же хорошо он здесь словил конфига. Просто не ожидали оптики. При этом три игрока было на улице. И вот проморгали этот выпад. Здесь вообще поменялась обстановка ВП. За счет того, что снайчи не авик. И опять же, это приносит свои плоды. Уже второй минус заходит безответный. Атаки все сложнее и сложнее. Да, вот видишь, как вот они точечно выпады сделали грамотно. И красиво. И это принесло плоды. Пять в три уже ситуация. Снексу нужно просто жить. И оптикам будет очень тяжело. Там вообще интересная расстановка. Снекс такой пиксель держит. Отвлекает на себя внимание. Даже если не убивает, там ступеньки должны были сработать. В ту секунду. Да, да, да. Это сто процентов просматривается комбинация здесь от Virtus.pro. Ну и Миху в окне. Оптики. Оу. Юги делает фраг по Снексу. Тут же Миху. Была инфа для Юги. Он среагировал. Но совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы убить игрока команды Virtus.pro. Ну и два в четыре ситуация. Что делать? 30 секунд до конца раунда. Оптикам нужно двигаться. Пошел выход через будку. И там Кейджун Би сделал фраг по Туау. Это время Миху на улице справляется Снепи. И Бьяли все-таки добивается последнего оппонента. 6-1. Да, видишь, Тафа. То, о чем мы с тобой говорили. Сценарий развивается пока в таком же ключе. В общем-то, события, да, происходят здесь на карте Денюк. Оборона доминирует. Это 6-1. Virtus.pro смотрится уверенно. Но напомню, друзья, что на трене была похожая картина. Тоже Virtus.pro смотрелись уверенно. Счет был 11-0. И казалось, что Counter-Strike сегодня к нам не приедет в гости. Но все-таки казалось, что показалось. Конфиг. Начало раунда. Хорошая для оптик. Агрессия от команды Virtus.pro не окупается. Но тут же подхватывает другие тиммейты. Влетел смог пристройку. Там же дошивает уже и Бьяли. В общем-то, вся команда работает четенько. Здесь все справляются с этим полу-таким вот закупочным раундом от оптик. Да, без шансов. Без шансов оформляет эту приемочку. Вообще непонятно, почему там Туау полез на этот форс-раунд. На эти ЦЗшки, в эту будку. Именно прямо сейчас. На девайсах, мне кажется, тайминги там ловить гораздо лучше. С точки зрения того, что ты говоришь полез, вот очень интересно наблюдать здесь за командой Astralis на Нюке. Вот как они лезут со всех сторон. Ой, там я не позавидую террористам. Они когда начинают вот жать, они жмут просто все фронта. То есть они не дают вообще, знаешь, вот ты не можешь просто сориентироваться, куда тебе бежать и что тебе делать. Потому что тебя со всех сторон душит. И душит именно оборону. Они даже там старые еще эти фишки с 1.6 делают, когда 0 давится, там с B-2, с будки. Там ребята помнят, как играть. Помнят все эти мелочи. Чему бы и нет. Хорошее начало здесь для Снэкса. Также с пристройки работает Бьяли, оптики. Вроде предлагают интересные идеи, но все это полностью останавливается командой Virtus.pro. Пока без шансов. У нас открылся дальше Снэкс. Ну и Рефреш делает два минуса. Вот совершенно необязательно их два фрага было. Две смерти от Virtus.pro. Вот у Рефреша там сколько? 6 килов. 3 сделан в том раунде, 1 в 3. Да, и сейчас 2 в раунде, который они могут взять. Юги. Что тут на мейне? А что делает Virtus.pro? Вот у меня такой вопрос, да? Почему? Ну, ладно, вот сейчас уже Бьяли в пристройке. Возможно, хотел просто проверить. Туао делает минус. Просто было на пленте. 2 в 2 ситуация. Здесь оптик немножко рассредоточенный. Нужно принять решение. Virtus.pro в принципе можно сейчас разойтись по плентам. Они все продолжают лезть на эту улицу и получают именно оттуда. Да что такое, ребята? Ну, это... Тут опять же больше ВП отдали, чем оптик взяли. Ну, конечно, 5 в 3. Тафф, оно серьезно? 5 в 3 мы были. И мы лезем вот на соперника. И мы лезем на соперника. Притом две смерти сразу только после счета 5 в 3. И вот то, что рефреш сделал 2 фрага. Это 2 фрага, которые полностью на вине игроков. Вообще нет... Не было смысла вообще делать вот эти пики. То есть это такое есть понятие, да, в английском языке. Overpick. Когда ты, скажем так, пикаешь, да, то есть пытаешься найти себе фраг. Ну, там, где это не нужно. Какой врыв сейчас в будке будет? Это трипл килл. И фактически он в соло остановил выход на базу А. Так и есть размен 2 в 2. Ситуация тоже врывается Миху с девятки. И уже 2 в 1. И уже Юги в будке погибает. 8 в 2. Вот какие гранаты были, там мы не видели моликов, да, по-моему, они через крышу вообще даже пытались. Как-то вот просто дверь. А вот резонно ли делать пуш? Вау, прикольно. Смотри, как красиво. Класс. Класс. Я так понял, нам хотели просто показать, были ли гранаты. Тут другой вопрос, Таффа. Скажи мне, насколько резонно при счете 8 в 2, когда ты берешь раунд 3 в 5, в следующем ты делаешь просто раш А. Раш А, который задача любого игрока обороны на нюке изолейтить, сразу же изолировать вот эту вот аркаду на А. Да, это делают абсолютно все. Кидают молотов под двери, там, закидывают будку. То есть, да, есть резон сделать там раш, когда у тебя не идет игра, либо там, когда ты играешь просто первый оружейный раунд с фармганами, там, допустим. То есть, я могу это понять, но здесь я не могу этого понять, правда. И опять же, это то, о чем мы говорили на трейне. Для того, чтобы делать подобные раунды, у тебя должна быть история. Ты должен подготовить определенную платформу для того, чтобы это делать. То есть, перед этим, несколько раундов подряд, ты должен был взрывать эти двери, показывать какую-то агрессию перед А, там, накидывать эти гранаты периодически. Я не говорю, что выходить. Но у тебя должна быть платформа, чтобы твой оппонент, как бы, чтобы ты усыпил его бдительность, чтобы он уже просто ждал эти гранаты каждый раунд. Тогда твой пуш осмыслен. Они играли пару раз быстро улицу. Там, в предыдущем раунде увидели, что соперник держит снаружи, там, не из глубины плента. Да, возможно, там какой-то просто ошибочный был колл, то, что там соперник повторит и, скорее всего, там будет один в девятке стоять. Давайте попробуем его продавить. Там нужно просто изолировать себя от мейна и как-то контролировать девять. Но в этот момент просто до плен зашли все и закончилось, вот как ты и сказал. Ну, спорно, понимаешь, потому что у тебя на кону ресет экономики. Вот это очень спорно. То есть, знаешь, это раунд, в котором ты рискуешь. И вот здесь вопрос, нужно ли это. Так, интересно, сейчас будет. Лучше бы на миху на рампы зарашили, там вообще могло бы получиться. Да, возможно, было бы больше пользы. Но, тем не менее, есть один минус. Подобранный девайс, возможно, там, давайте посмотрим. Ну, бомбу поставят, нет? Тут, по-моему, Virtus.pro даже еще и ретейк не начинают. Так, эмочка есть. Да, стоит пакет. Сразу же. Ох, ошибка в мейне. У-у-у, как же так? Могут быть проблемы. Миху врывается, забирает оппонента на эксе. Тут же откидывает молота в пристройку. И может попробовать вообще на морозе раздифузить. Там девятка, там девятка пошел игрок. Посмотрим, снапи. Горит рефреш, пробегает по молику. Размен какой-то дает. Здесь молота в девятке опасно. Бомба дифузится, она закрыта. Она закрыта. А, есть инфа. Да. Бомбка сбит дифуз. Все нормально, Леш. Все нормально. Это нормально? Ну, как же это было близко? Ох, да. Ты видел? Ну, с п250, он вообще голый раунд абсолютно. Человек просто выходит с девятки, убивает двоих. Ну, полсекунды не хватило. Полсекунды. Жестко. 9-2. Все-таки не без проблем защищается сейчас команда Virtus.pro. Но, тем не менее, вытащили очередной непростой раунд. И выгрызли. А посмотри на деньги. Счет 9-2, посмотри на деньги в ВП. Да-да-да. Оптик сейчас берет один раунд. И, в принципе, могут немножечко подзаработать. Так можно на 10-5. И там, может быть, даже на 9-6 сыграть. Но, опять же, пока рано про такое говорить. Всего два раунда. С трудом взялись. Один раз это был рефреш. Один в три. Не забывайте. Ну, и пока медленный раунд через улицу. Все-таки решили разыграть оптигейминг. Мы видим, как уже потихонечку продвигаются за красным ящиком. Три игрока. Ну, пока здесь все спокойно. В целом, по карте. Бомба по крыше. Это врыв с мейна сейчас будет? А, непонятно. Может быть, кстати. Там на пристройке еще игрок вроде есть. Там вот от позиции номера 6 все понятно. Вот где 6-й стоит. Ну, ты понимаешь, что просто тяжело нам в четвером, наверное, через мейн будет заходить. На плент. Ну, сейчас смотрим. Нет, нет. Пойдут под девятый. Немножко осталось до развязки. Все, нашли Снакса. Да, там и красный игрок. Тут же отвечает рефреш. Ну, куда дальше идем? Какие идеи? Что? Миху вообще полностью проморгал этот выход. Прям под нос уже подошли. Один был в упоре, второй в ангаре. И в итоге немножечко зажимается команда Virtus.pro. Оптик в большинстве. Очень нужный для датчан раунд. Нужно тащить сейчас. Обнулять экономику. Это третий. Это четвертый за атаку. Это так можно и хорошо закомбетчить по второй половине. Классно. Здесь, конечно, Оптик разыграли. В итоге они уже заходят на базу А. Снэчей один с Эмочкой понимает, что шансов к ним так много взять раунд. Однако будет попытка, судя по всему. Он пойдет в будку. Оптик понимает, что два мало. Что надо здесь четыре. А то и пять. А то и все шесть. А учитывая то, что сейчас ресет у Virtus.pro, так да, у Оптик есть все шансы. Снэчи. Один в два уже убивает красного. H&B за иксом. Заходит в будку. Очень грамотно действует. Снэпи красный на пленте. Дергает. Ну нет, чипчиков там, да, очень тяжело было. Снэчи, кстати, не самое оптимальное решение. Один в три. Ты понимаешь, что стоит бомба. И это практически мертвый ретейк. А дальше у тебя ресет. Я бы здесь поспорил, конечно, со Снэчи с точки зрения вот этого вот решения идти и делать мертвый ретейк. Три скаута. А вот куда? Хорошо, три скаута. И что? Ну на улице вы станете. Это единственная позиция, где вы сможете эти скауты реализовать. Давайте смотреть, что делает команда Virtus.pro. Два девятка, два на улице, один на рампах. Все здесь понятно. Уже проход по улице идет. Активно причем. Посмотрите, у Датчана уже даже прочекали Снэчи. Попытка отстрела, но Снэчи все прочитал. Хороший хэдшот. Сочно повесил. Ну и смотрим за продолжением. Вот после интрики лов действительно такие раунды можно и доиграть. Хотя пока рано про такое говорить. Очень быстро отжимают точку B сейчас себе ребята из Optic. И есть минус от Каджунба. Снэпи принимает рампу. И, по-моему, знает, что еще один здесь игрок. Да, справляется. Отличный фарм от капитана команды Optic. Ну и Туау вместе с Бьяли. В двоем против четверых. Опять же, ретейк смотрится неперспективно. И это четвертый раунд для Optic. Вот классный раунд был прошлый. Когда Optic вот так вот разыграли, расконтролили улицу. Со всех сторон нам просто разваливали поляков. И тот раунд смотрелся действительно симпатично. Оптики стабилизировались. У них сейчас есть паритет. Даже не паритет, а возможность выйти на пятый раунд. И не исключено, что на шестой. Ну да, там будет Pro. Без шлемов, получается, без касок будут. Да, да. Ребята, скорее всего, там почти все. Ну давайте посмотрим, что в итоге получится. Все-таки сейчас есть хороший шанс выйти на шесть. А может же не получиться, как на трене. Ты можешь не взять пистолетку, там не форс не взять. И действительно им нужен хоть какой-то запас, чтобы было право на ошибку на две. На всякий случай. Аркада рампы. Просто буквально по две флешечки выходят датчани уже на эту позицию. Дальше пушат базу B. Ратус про пока не реагирует, но должны понимать. Да, возможно, даже услышали стекло. И сейчас будет попытка хотя бы сделать какие-то фраги. Да, сейчас было бы, конечно, интересно, если бы на эту засаду вышли оптик, чтобы из этого получилось. Но оптик четенько прочитали всю ситуацию. Отличный раш, отличный фарм от снэпи. Ну и это пятый раунд для ребят из оптик. Ну и, конечно же, важнейший, важнейший и, в принципе, шестой. Нужно с шестой забирать оптик. Да, в атаке здесь будет, конечно, очень хороший счет, если тачани в юге. Отлично, тут с фармгана тоже настрелял. Ну что, закуп будет, как у одних, так и у других. Но тут вопрос, конечно, с точки зрения раскида и щипчиков у Virtus.pro. Это 5 эмок, никаких аугов, обратите внимание, кстати, тоже, да, аугов нет. Ну, по крайней мере, конкретно в этом раунде. Нет щипчиков, есть дымы, есть флешечки, но, конечно, все достаточно скромно по раскидке. Тут у нас какая-то стена смоков. Ну, кстати, оптики очень часто откидывают ее, как дефолт. Так, тут агрессивно два улица. Один вроде бы влился в пристройку, один остается в смоках. У ребят из ВП смокнут. Чекают, увидели ножку? Мимус от рефреша, отлично играет. Да, тут же отвечает снэч, но снэпи делает фраг в ответ. В пристройке действует Бьялем, и хуже на нижнем. Готов принимать этот выход, выбивает бомбу. Где-то просто джекпот такой, да? Там уже прошли соперники, уже плент не подгонтировали матов. Ты в меньшинстве, и тут бомба выпадает, но тут же погибает Бьялем. Было ощущение, что он ошибся. Туао, один в два. Жестко все посыпалось в Virtus.prone. Есть инфа по Туао, можно подбирать бомбу и спокойненько разыграть раунд двое против одного. Контролирует, контролирует поджимы рефреш. Туао, кстати, интересно играет. Он уходит в секрет. И бомба, походу, у него все еще лежит под носом. А смотри, не идут смок, да? Оптики нельзя здесь рисковать ни в коем случае. Нужно просто вдвоем стакнуться, подождать этот смок и выйти на размену, бить Туао. Да, пока что ждут каких-то действий от Туао. Туао тоже так подчекал. Чисто по математике, да? Сыграйте просто на размен и все. Вот еще есть гранаты, молотов на ступеньке очень хороший. Опасно, он может помешать, кстати, сейчас ребятам. Нет, все спокойно. Бомбу украли и могут сейчас уходить на А. При этом поднимая приблизительно зону своего оппонента. Туао, кстати, зная о том, что сейчас его противники уходят на А, мог бы попробовать через вентиляцию сыграть, но все-таки решил идти в спину. Тоже неплохое решение. Боялся, что услышит и первый, возможно, там далеко убежал. Ну ладно. Ну теперь в таком тайминге непонятно, где будет оппонент. То есть оптики будут уже разыгрывать более аккуратно. Ну необходимо разыгрывать. Ну вы видели все равно, там полез бы через вентиль, там оптик сразу же вентилем и занимались. Понимали все прекрасно по таймингам. Хороший минус, хороший раунд для оптик, хорошая концовка. Четыре раунда подряд. Вот просто двух раундов подряд не хватило где-то в серединке, чтобы еще больше напрячь экономику. Ребят из Virtus.pro. Очень равно по фрагам у ВПМ. 12-11. У всей команды никто не выпадает. Рефреш и Снэппи получше пока выступают от оптика. Опять же, рефреш кучу пользы приносит, чего стоил его только один. Первый оружейный раунд, который взяли оптик, это клатч. И на трене он тоже нам дал джазу. Но тут, конечно, если смотреть на прошлую игру и оценивать эту игру, то ощущение такое, что оптиков здесь шансов выиграть это Best of 3 все больше и больше. То есть учитывая то, что 6 взяли в атаке, сейчас, конечно, будет очень важна пистолетка. Ну и, друзья, промокод обязательно вводим, заходим на сайт vplay.tv. Там есть раздел коды и вводите туда эти цифры, буквы, и будет вам счастье. Принимайте участие в розыгрыше скинов. Ну что, важна пистолетка, важен форс. Действительно, было бы неплохо стартануть со счета 3-4-0, а может быть и лучше. Получить экономику и уже спокойненько возвращаться в игру, добирать, да, и добивать, да, доедать. Называть это как угодно. Ну что, смотрим пистолетный. Есть набор гранатов Virtus.pro. Ранний выход через будку. Не чекает над собой Бьяля. Там же есть оппонент, он погибает. На пленте работает конфиг. Было бы неплохо его убить, ребята. Тут же есть инфаз. Девятки также быстрый врыв от оптик. Серия разменов. 2 в 3 ситуация. В итоге датчане находятся в меньшинстве, но все неоднозначно. Да, хаос, хаос какой-то происходил здесь на пленте оптик. И есть инфа по одному, по второму игроку оптик гейминг, поэтому здесь им будет очень-очень сложно. Да, скрутили ногу Virtus.pro на B, сделали абсолютно правильный мув. Бомба ставится, бомба не прикрывается, но это не нужно Миху, который справляется со своим оппонентом, в свою очередь пришедшим с рампы. Ну что, вот сейчас по 2000, ну резонно делать эко оптиком и закупаться дальше. А если делать форс, то это надо уже такой, это такой мини-олын такой уже как бы, уже во все тяжкие могла пойти команда оптик, но все-таки решили сделать эко. Ну вот действительно зашла пистолеточка ВП и все становится намного сложнее, ну чуть-чуть сложнее для команды оптик. Задача по-прежнему это показать большую серию уже с первого оружейного раунда. Но это лишние раунды для команды Virtus.pro, как минимум два. Мы помним, как эти два первые свои раунда долго зарабатывали оптикой. Мы помним, что отдали Virtus.pro вообще в целом на трейне. Да. Эта игра войдет в историю, наверное. В историю точно так любителям статистики и болельщикам, которые следят за коллективом. Virtus.pro, конечно, отдали очень близкую для себя игру. Игру, которая фактически была практически у них в руках. Но так вот бывает иногда случается. Такие вот невероятные камбэки, как это было на прошлой карте от команды оптик. Ну что, 10-6. Здесь пока все спокойно. Фармганы есть. У Virtus.pro это три баг десятки. Но что самое интересное, они не носятся, не бегают по всей карте. То есть не ищут эти фраги. А Virtus.pro спокойно законтролили карту. Теперь вышли на базу, а поставили пакеты и, в общем-то, ждут гостей. Так, друзья. Ну вот сейчас Калаш, кстати, на улице там в соло гуляет. Его со ступенек теоретически могут там щелкнуть. Но посмотрим, не залетит ли Миху в ухо. Как бы наоборот не случилось. Да, Миха как раз поймал свой тайминг. Забрал рефреша и здесь все спокойно. А вот и, пожалуйста, немного фарма. Снапим, три хп и изи деньги. Изи раунд для команды Virtus.pro. 11-6, друзья. Ну что, нужно еще пять раундов выиграть команде Virtus.pro, чтобы попасть на Мираж, на котором, в принципе, у них все неплохо. Мы видели эти игры. Команда там действительно классно себя чувствует. Отличная командная игра. Скорость, вариации, все есть. И там где-то ВП явно фаворит в этой встрече. Да, ну и стоит сказать о том, что оптики тоже, как датская команда, традиционно играющая Мираж. То есть, опять же, они его, возможно, не так часто выбирают своей картой, но то, что они играют и любят, это точно. Так, у нас тут экшен под дверьми на базе А. Снэкс играет очень хитро. И, по-моему, сейчас с мак-десяткой зайдет на Аплэн. Слишком легко для Снэкса. И при том, он еще и знает, что чел есть в вентиляции. И слился. И выход на Каджун, да главное, чтобы под спрей не попали все. Нет, не попали. 12 хп остается у Миху. Это дравный размен один к одному. Ну, здесь бы с аккурат... Ой, как не аккуратно. Ну, просто мясом, разменами классно давят. В итоге девятку. Да, поляки здесь действуют максимально грамотно. Опять же, учитывая, да, то, что Снэкс вышел на А, мы помним, все правильно делают здесь ребята из Польши. Они просто продушили хелпу, зашли на базу А. И теперь Снэпи вместе с Конфигом вынуждены разгребать все эти проблемы. Да, оба были на Б, оба теперь без позиций. И, в общем-то, ну, тут только ошибки ВП подарит сейчас. Либо замечательная стрельба Оптик подарит. Вот выигранный раунд этим ребятам. Ну что, смотрим, конфиг-будка. Мейн также потихонечку заходит, игрок Оптик Гейминг. Фри-фраг. Один, второй. Уже ситуация 2 в 1. Снэпи через пристройку. Ну как? Ну как это можно отдать? Ну объясните мне. Ну вот я не понимаю. Ну что это такое? Как-то слишком просто. Ну я не понимаю, серьезно. Как-то безидейно все-таки стали ребята из ВП. Ну вообще, просто ретейк без шансов. Тупо без шансов. Два чела против троих. Выходят ну просто раз. Фри-фраг второго пережал. Уже ну понятно, что чел за вентиляцией среагировал. Это все АУК. Святой АУК. 11-7. Ну что? Ну ты отмечал, кстати, очень много раз. Мы видели очень много эмок в руках команды Virtus.pro. Посмотри на оптик. Тут только появляются деньги. Да. Сразу же на базу. Видишь, Virtus.pro в этом плане староверы, судя по всему. Не хотят они ничего менять. Да я, на самом деле, я вот все последнее время, сколько играл в Counter-Strike, я АУК не покупал вообще. А теперь после этого турнира я хочу вот почаще юзать его и посмотреть вообще. Ну то есть понятно, я стрелял с него, бегал, я понимаю, что это за девайс. Но вот так вот в компетитиве, в играх я его еще активно не юзал. И мне теперь уже интересно стало. А как только ему цену поменяли, все. Ну я заметил, да, я заметил эту тенденцию. Эти баксики зарешали как раз. Ну да. Итак, друзья, давайте посмотрим интересную там подсадку оптик. Но им там сбоку заходят, сейчас в ухо получат на улице. Не видит, там смок закрывает. Бьяли, бьяли, включите. А, ну тут экшен на рампе. Ладно, давайте посмотрим все-таки здесь. Там разошлись. А Virtus.pro неплохо, кстати, открыли эту позицию. Еще и забрали на хилпе юги. Ну, отличное начало для польского коллектива. Да, вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Тут можно действительно как-то тоже неплохо поиграть за атаку. Если так, то будет продолжаться небольшая ошибка от Бьяли. Хаджут хорош, но Тау моментально разменивает. А, кстати, непонятно, почему рефреш поджимал будку вообще, чем это было обосновано. Но суть не в этом. Возможно, просто пытались собрать информацию. С 2 в 2 ситуация. Получает Кейджун Би прострелки. Кидывает хаешечку. Там снэч с АВП заходит на аплент. Вместе со своим тиммейтом Туау. Бомба ставится. И вот теперь уже поляки что-то мне подсказывает. Такой раунд не отдадут. Ну да, второй раз подряд будет уже действительно досадно и обидно. Обидно, досадно, но ладно, ладно, ладно. Если наших... Нет. Если вы... Нет. Сорвалось. Кричалочка сорвалась, да. Но один в один в итоге могут быть проблемы. Зажимают. Опять отдают. Опять отдают. Что это такое? А нет щипчика. Весь щипчик. Он успевает. Не успевает. Успевает без щипчиков. Все. Вот так вот. Обидно, досадно, но ладно, ладно, ладно. Если наших победить... А, чтобы наших победить, нужно вам зеленку пить. Это старая футбольная кричалка еще со школы. Тафф. Вы бы видели лицо Тафф и просто думает, боже, что за чудо возле меня сидит. Уберите этого. Этот комментатор сломался действительно. У меня есть способность. Все нормально. Поехали дальше. Друзья, авик в руках Юги, Юджи по-прежнему. Давайте посмотрим, в течение по-прежнему. При первой же возможности всегда появляется. И это ничего нового. Стандартная улица. Ой-ой-ой, сверху не... Исправляется, исправляется здесь Юги. Молодец. И тут же конфиг делается пристройки. Фраг. Это было неплохо. Это было вообще очень сочно. Минута 35, Таффа. Минута 35. И команда Оптик уже 5 в 2. Ну, фаст по улице не получился. Не кажется тебе, что кто-то подгорает? Кстати, это, видимо, такая была идея. После двух отданных раундов. Таких довольно неплохих, когда у тебя была инициатива. Ну, они, видишь, хотели сыграть хитро. Поставить стену смоков. Но сыграть снаружи смоков. То есть пойти на эти перестрелки. Но за счет того, что авик в такой позиции оказался, и самое главное попал. Очень быстро законтрили. Как-то вообще все. Все легко для снайпера. Хорош Юги. Здесь трипл килл от него. Закрыл он полностью улицу. Ну, и последний у нас снэтчи. Да уж, это девятый раунд. И вот те раунды, которые брали Оптики. Один в меньшинстве, один уже в ситуации 2 в 2. Возможно, немножко как-то подкосили команду Virtus.pro. Потому что мы видим, что поляки уже дают небольшую серию. И это позволяет команде Оптик как-то стабилизироваться в обороне. Почувствовать уверенность и дальше набирать свои раунды и закрывать этот нюк для себя в плюс. Сейчас можно вроде бы попробовать разыграть дверь. А, денег нет, ладно. Да, нет денег. Сейчас нельзя. Сейчас с глаками можно разыграть только собачий вальс. Понятно, в будке все сложно. Туда залетает молотов, гранаты. Но если два игрока будет принимать со старт точку апп. Ты думаешь, куда лучше запушить такое случаю? Ну вот. Вот помнишь, был раунд от Оптик через дверь. Есть смысл, когда ты точно знаешь, где стоят твои соперники и успеваешь четко раскинуть гранаты. Ладно, об этом попозже поговорим, когда появится девайс в руках команды Virtus.pro и посмотрим, как они будут справляться с этим диким снайпером. Хорошим может. Красавчик. Снакс при том зарезал конфига, который любитель тоже кого-то подчикать. Которого вторая карта подряд вообще ничего не идет, не летит. И где этот был звездный конфиг, который был круче девайса, я не вижу. Да, конфиг в свое время, конечно, был неплох. Но потом вот как-то скатился, скатился. И сейчас, конечно, команда Оптик – это очень много знаков вопроса, нежели можно, знаешь, с уверенностью сказать, что это такой хороший стабильный тир, там один тир полтора коллектив. Я все-таки могу сказать, что тренер хороший, тренер очень многое решает. И мне кажется, вот… Оптикам нужно подумать над тренером, да? Да, может, ну просто они друг другу не подходят, руга не подходит им, там… При том же, смотри, там же, когда образовался датский состав, вот сначала же был американский, помнишь, приехали датчане, они вот это вот со Станиславом играли, потом была вот эта вот Машна, там Станислав написал кучу текста по этому поводу, короче, когда его там набрили оттуда. И когда вот появился датский состав полностью… Ну его вместе из Норсу-то забрали тоже. Не-не-не, руга пришел чуть позже. Но суть не в этом. Суть в том, что когда я его увидел в оптиках, я не совсем понял, что это, ну как бы, с чем это… Ты знаешь, это выглядело так, что мы пришли потусить, и сейчас еще друг там есть один, можно мы его тоже заберем с нами потусить? И вот-вот выглядит это правда вот так вот. Ой, ну тогда сейчас пойдут эти истории, да, с Зевсом, Гамбитом и Мишем Кейном, ну тут тоже вот. В каждый случай он уникален, возможно. Ну, ты знаешь, можно противопоставить это, но имеем ли мы право в том случае, когда у команды нет результата? Нет, не имеем. Все, у Гамбит нет результата, у Нави есть результаты. Все, все логично. Ну вот, все видно, то есть время оно оставило все на свои места, понимаешь? Нельзя сравнивать, давай вернемся в игру, здесь уже раунд заканчивается, попытка пройти по улице второй раз подряд ни к чему не приводит команду Virtus.pro. Да, друзья, своей игрой у нас парни чуть-чуть усыпили мою бдительность, я потерял контроль и ушел в глубокие обсуждения, но в любом случае мы видим, что оптик уже там стрик, я не знаю сколько, 4-5 раундов подряд. Сейчас, если есть возможность, покажите нам, пожалуйста, табуляцию в начале раунда, и мы, в общем-то, оценим стрик, табуляцию, пожалуйста. Да, это не табуляция, но это пролет, да, это пролет табуляцию, можно табуляцию? Сейчас нажмут, подожди, сейчас пойдет игра, там всякие рекламные плашки все уйдут, и можно табуляции. Да нет, табуляции не будет, просто сломалась кнопка, видимо, на клавиатуре. Спасибо. Так, ну стрик, да, из пяти раундов, и под фрагом все довольно ровно, как и Virtus.pro, в общем-то, так, наверное, и у оптик, по большому счету, но конфига действительно не видно, он пока находится позади. Но счет 11-11, есть хороший закуп как у одной, так и у другой команды, оптики уже набрали неплохо по экономике, ну и поляки, судя по всему, готовят заход на базу А с раскидочкой, это может быть интересно. Так, в итоге это только два раунда, вот таких первых для ВП, сколько ситуаций было, как они классно заходили на А, их раз ретейкнули, второй ретейкнули, это просто кошмар, а не атака для ВП, выход через молики, заготовленный, хороший раунд, отлично, тут все полыхает и не попадает конфиг. Красиво, вот это было красиво, вот это мне вот прям вообще, смак, вот это один, наверное, из самых сложных раундов на Нюке, вот с такой вот раскидкой, знаешь, с хорошим синхронным выходом через дверь. Ну что, это нельзя отдавать, ребята, такое? Да еще один в меньшинстве. Вот, пожалуйста, 2 в 4 идет раунд, уже лучше по хп оптику, повезло, что Миха должны разменивать. Нет, успел убежать, и все, и забайтит на себя внимание, конечно. Ну и снаппи здесь должен погибать от снэтчи. Да, это 12 раунд для Virtus.pro, отличная работа, отличный выход на плент, и здесь уже, возможно, даже поляки усыпили бдительность датчан. Ну и смотрим на деньги оптик, там будет закуп, дает дроп снэпи своему тиммейту. А поляки вообще все шикарно сделали, они думают, зачем тут нам на первом тайме врываться, у нас есть раунд заготовленный, Бюги стоит на улице с АВП, то есть где-то тип, скорее всего, на будке, второй где-нибудь в девятке. Все где-то, скорее всего, может быть очень просто. Будку поджарили, профлэшили плент. Так и было, да. Красивый раунд, красиво все было исполнено. Конфиг за лентилем там получил флэшки, в самом конце там начал зажимать, но опять же много шрагов не сделал. А Конфиг прибегает на хелпу, при том уже два его тиммейта, которые находились на рампе, ушли оттуда, а Конфиг просто прибежал и дал очень легко себя убить своим оппонентам. Виртус Про получили энтрифраг. Это разбав четвером. Снак оставался в будке все время и ждал по джиму спину. И слушал, что там на точке. Кто в вентиль упал, кто там на улицу побежал. Тоже такой вот непростой раунд у Виртус Про. Возвращаются назад. Дверь, аккуратно. Как же самая главная дверь? Хороший фрэш. Два фрага от него. Тут же ответ от Бьяли и фраг от Кейджин Би уже в свою очередь по Снексу. Кейджин Би дальше жмет будку. Тайминг такой, что возможно его даже здесь не будут ожидать. Два в три для Виртус Про. И возможно ресет для них в целом. Тут еще какой-нибудь сочный хэдшот еще все может перевернуть. Но посмотрим. Каджун, скорее всего, здесь все уничтожит. Ой-ой-ой, какой хороший тайминг для него. Просто без шансов. Минус раз. Ну и все. По второму инфы нет, видимо, но... Да, но это будет понятно просто, что он... Его найдут рано или поздно. Бьяли забирает в итоге Кейджин Би. Закрывает смоком главку. Ну, отлично здесь все. Закидал девятку. А, и кривой смок. С какой стороны ставит? Стой. А, не видно сейчас. Не вижу, извините, друзья. Да, под девятку ставит. И Молотов откидывает еще и на Хевен. Юги флешечка. Вдвоем через пристройку будет ретейк. Можно, можно. Но есть инфа, что в пленте, да, конечно, все гораздо проще сейчас для игроков оптик. Они в большинстве и с полной информацией. Но два сошельных каких-то диких хэдшота на реакцию. Но нет. Молик, отлично. Все под контролем оптика. Да, ретейк исключительный. Тут, конечно, из позитива это то, что в Virtus.pro поставили бомбу. Но, опять же, они вроде как дали entry-frag. Потом ушли в длительный розыгрыш. И из негатива это ресет. А из негатива это ресет. И это проблема. Потому что 2500, 2300. То есть тут покупать-то особо нечего. Ну, понятно, что это будут какие-то, возможно, пистолеты. Может быть, легкая раскидка. То есть 3900, 4200. И 3000 у Миху. А ну-ка, парни. А ты все к тому, что да, давайте сейчас закупимся и сломаем эту игру. Да, поехали. Да, понеслась. Это в стиле Navi, кстати. У них же нет денег. Поехали, все. Берешь один, там второй, уже 14. Ну да. Нет, ну резон в этом есть. Резон в этом есть. Но, все-таки, мы видим, что Virtus.pro приняли более консервативное решение. Это эко раунд. И, конечно, отдача. Вернее, даже не отдача. Согласие с тем, что оптика заберут 13-й. Ребята уже сделали три безответных минуса. Также Юги работает через пристроечку. Вернее, через ангар. Но есть информация по снэтчу. Вот, пожалуйста, оптик датчанем. Выходит вперед в этом матче. И, в принципе, мы ожидали такого поворота событий. Притом, после трейна так точно. Вспомни, Virtus.pro взяли пистолетку в атаке. Помнишь? Да. Следующий раунд полноэкономический. Взяли следующий полноэкономический. И потом вот эти вот истории, когда они отдали, очень классно все начинали. Давали entry-fragи, заходили на А. И потом просто отдали два ретейка. Один точно вообще мега спорный. Это когда они 2 в 3 находились. А вот тот второй ретейк, когда 2 в 2, там, конечно, ситуация была более равная. Но, опять же, опять же, все очень-очень тонко, все очень на волоске. И, конечно, может быть, где-то даже не повезло Virtus.pro. В любом случае, мы наблюдаем точно, можно уже резюмировать, что это игра двух равных коллективов. И кто бы мог подумать, что Virtus.pro, после всех вот этих вот своих затяжных, длительных историй с падениями, да, опусканием таким вот все ниже и ниже, сейчас все-таки будут показывать такую достойную игру против довольно сильного сбалансированного коллектива, коим, безусловно, является Optic. Хотя, опять же, вернемся к тому, что особо результатов у Optic нет. Видно, что есть над чем работать, и тем и другим. Но, с другой стороны, действительно, это прослеживается. Вот все-таки некая форма, то, что она растет. Ребята все лучше и лучше играют. Я имею в виду и личный, и скилл, и командный. Ну и у нас небольшая пауза в матче, друзья. Видимо, нужно обсудить, Virtus.pro, что же делать дальше, и как выигрывать раунды за атаку, как остановить эту бешеную в защите команду Optic. В принципе, уже мы видели пару вариантов. Такой вот лейтовый выход на А, довольно неплохо работает вообще на А. Частенько мы видим команду Virtus.pro, которая заходит и ставит бомбу в различных раундах и вариациях. Ну и вот теперь... Mr. Cat, это не спонсор какого-то? Ну, это вот как раз со вчерашнего дня появилась эта приставка, если я не ошибаюсь. А что это за продукт? Была пиццерия напротив арены. Я думаю, что это не она. Но вряд ли это... Или это совсем такая сетевая пиццерия, которой много по всему миру. Юги поджимает с АВП в начале раунда лонг, делает интрифраг, понимает Virtus.pro, что где-то здесь близко их оппонент, однако Юги... Как же хорош Юги с этой волшебной палочкой на лонге! Просто трифрага! Без шансов! Без ответа от польского коллектива! Он подумал, что-то мне скучно, так я уже тут играл, тут играл, со ступенек играл, пойду я вот на поджим давно не ходил, и как он жестко раздал. Просто шикарная игра. Все, раунд завершен. Да? Тремя фрагами от снайпера на первом тайминге раунда. Ультанул, конечно, Юги. Рефреш добирает своего оппонента. 14 раунд для оптик. Деньги, деньги. Это основная проблема поляков сейчас. И мы видим, что 2 400 на руках. Такая пауза обсуждений. Такой вот розыгрыш от Юги Сана. Он, конечно, здесь просто забожил. И была инфа по нему, ну что ты сделаешь? Человек просто... Просто ультанул. Просто ультанул. Это выход на 15-й для оптик, похоже. Ну тут уже мы видим решение от ВП. Все-таки во все тяжкие не пошли. Докупили пистолеты. 2к раунд. Есть 3 флешки. Конечно, фастом не выйти. Да, попробовали, подошли. Такие, ну прилетел молик. Окей, будем под флешки в смок, что ли, заходить? Так, быстрая попытка выйти через пристройку. Там еще один есть игрок. Но здесь все спокойно для оптиков закрывает Ира, фреш, и конфиг делает свои фраги. Это 15-й для оптик. Это уже точно. Да уж! Очень просто. Да уж. Конечно, я не знаю. Честно говоря, я думал, что Virtus.pro получше отыграет. Но здесь, знаешь, вся игра и Train, и Nuke видно, что играют две равные команды. И тут складывается игра, знаешь, в каких-то микромоментах. Ну да, возьми там те два раунда с ретейками, обнули экономику оптику. Такой был бы счет в пользу Virtus.pro. Да. Возможно, либо близкий. Ну, в принципе, действительно, хороший получился матч. Вот жалко, что не раунд, через раунд, как мы видим, чтобы атака была и в одной половине была борьба, и во второй. Но это немножечко другой CS. Да, защита рулит. Нужно еще доработать свои атаки. Но ничего страшного. Refresh поджимает будку, будку играет максимально открыто, а Snacks просто этого не ждал. Ну вот, да. Просто ждал, что парень пойдет в последнем раунде очень важном при матч-поинке и подожмет. Все равно надо смотреть, кто-то должен отвечать за будку. Ну что это такое? Конечно. KGNB играет в упоре. Очень интересная позиция. Делает один-второй минус. Уже 4 в 2 ситуация для оптик. Нужно закрывать эту карту. Откидывает хэшечку KGNB. Virtus.pro. Растянуты. Разделены. Tuao и Biali. Biali пытается пройти на нижний. Все-таки передумал, пойдет в пристройку. А здесь Yugi, который явно разыгрался в этом Best of 3 и просто начал попадать. Эти Augi, это бронепробиваемость 180. Вот я смотрел за KGNB. Просто он эти арморы в тушку не ощутил. Он просто съел этот армор. Нету никого. Донни второго, третьего забрал. Все. 16-12. 2-0. Оптик. Доезжаешь? Доезжаешь. И вот такое вот начало.